Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Здравствуйте. После выборный понедельник, 15 сентября, ну, произнес уже слово «выборы». О выборах именно сегодня, об итогах будем говорить. В выборах губернатора Кировской области Елена Овчинникова, Владимир Сметанин, забыл представиться. Да-да-да, Владимир Сметанин, Елена Овчинникова. Добрый день всем тем, кто на той стороне эфира. Я думаю, что сегодняшний наш эфир, связанный с выборами, это первый эфир в нашем городе, который, так или иначе, попробует помочь вам разобраться, что было, как было, были нарушения. Ознакомимся с итогами и так далее. Давайте телефоны, и у нас есть опрос. Телефоны наших гостей представим, да, опрос 708-502, номер нашего прямого эфира. Сегодня мы конкретный вопрос хотим поставить перед вами. За кого вы голосовали в минувшее воскресенье и почему? Вот, пожалуй, и так. Нет, давайте так, не за кого, давайте почему. Почему? Почему? Звоните, если вы хотите сказать, почему вот вы приняли такое решение, а не какое-нибудь другое. 708-502, напоминаю. Номер для СМС 8909-720-101-0. Традиционно на сайте... Это для тех, кто любит написать. Да, традиционно на сайте хакирова.ру есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. И там же, а также на нашей страничке ВКонтакте есть опрос. Вы ходили на выборы 14 сентября? Вот так звучит вопрос. И три варианта ответа. Да, проголосовал за одного из кандидатов. Нет, не вижу в этом смысла. Графа проголосовал против всех, ну, вернее, испортил бюллетень, так как графы против всех по действующим правилам у нас все-таки нет. Давайте напомню, что вы можете на нас посмотреть еще. Где на нас можно посмотреть? Да, я упомянул. Хакирова, да, видеотрансляция наша выяснила. Смотрите, потому что, я думаю, будет интересно, потому что, судя по тому, как мы до начала эфира сидели в студии, полемика может быть, не обещаю, но может быть достаточно жаркой. И эта полемика может родить у вас вопросы. 708-502, звоните. Итак, наши гости. Итак, наши гости. Сергей Доронин, депутат Государственной Думы, представитель кандидата Никиты Белых. Вот именно так представляем. Добрый день. Владимир Журавлев, представитель кандидата Сергея Мамаева, депутат Кировской городской думы. Добрый день. И Кирилл Черкасов, кандидат в губернатор Кировской области, депутат Государственной Думы. Добрый день. Добрый день. Ну, мы, надо сказать, еще в конце прошлой недели, да, в пятницу было принято решение, что вот мы постараемся в нашей студии собрать все политические силы, которые участвовали в этих выборах, ну, за исключением кандидата Жданова, потому что как-то вот трудно его было найти вообще. Причина понятна, мы знаем. Это технический кандидат был. Сложно найти, но, тем не менее, у нас уже есть звонок. Давайте послушаем. Алло, алло. Здравствуйте. Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Вопрос задали, почему я проголосовал. Я проголосовал за Мамаева. По просьбе твоего просто ознакомого. Спасибо. По чьей просьбе? Пожалуйста. Ну, по чьей-то просьбе проголосовал, извините, я не сдержалась. Хорошая подготовка к выборам. Меня попросили, я пошел. А внутри что? Ну, что ж, давайте начинаем работать. Затравка, по-моему, великолепная для нашего сегодняшнего эфира. Кто за кого слово молыл и чем поклонился. Ну, что ж, давайте вопросы ко всем кандидатам абсолютно, вернее, представителям. Не к кандидатам, да. К кандидатам у нас Кирилл Игоревич. Да, и в том числе вопрос будет един для всех. На ваш взгляд, как прошли эти выборы? Есть ли ваши комментарии по этому поводу? Любые, позитивные или негативные? То есть ваше мнение о том, что совершилось вчера? И давайте начнем все-таки с... Официальные данные все-таки озвучим, результаты? Озвучим, да, да. А мало ли кто-то, да, еще не смотрел сегодня. Да, 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 возможно, это еще не в курсе. Итак, в Рио губернатор Кировской области Никита Белых получил на этих выборах 69,98% голосов. Ну, грубо говоря, 70%. На втором месте Сергей Мамаев набрал почти 16% голосов. На третьем месте Кирилл Черкасов, у нас сегодняшний гость, почти 10%, если быть точным, 9,92%. И Александр Жданов 2,5% голосов. Ну, в общем-то, я скажу фразу, да, кто бы сомневался. Я думаю, что представители, кандидаты подтвердят мою вот эту фразу. Но все-таки вопрос остался. Итак, начнем с Кирилла Игоревича. Будьте добры, ваша оценка произошедшего? Ну, я думаю, что свершилось то, что свершилось. Мы понимаем прекрасно, что сегодня действующая власть сработала практически по всей стране таким образом. Их кандидаты победили повсеместно, победили с колоссальным отрывом. Неоднократно фракция ЛДПР поднимала вопрос Госдуме, что само время неудобно. И мы видим, что та явка, которая была у нас в области, она далека от оптимальной. То есть 30% населения... 36. Да, оно явно не определяет позицию большинства, так как мы понимаем, кто голосует в рамках этих 30%, то есть тот административный ресурс, который сегодня работал, он и фактически определил те итоги, которые мы сегодня видим. Вы сказали, что время неудобное. Расшифруйте, пожалуйста. Сентябрь месяц, 14 число. То есть у всех огородов, у всех дачи. Хорошая погода была вчера, прекрасная. И, конечно, большинство осталось там. Это первое ключевое. Ну и второе, что у нас сегодня очень большое количество активного населения работает не в области. Оно работает сегодня за пределами области. Это Нижний Новгород, Москва. Семьи практически разлучены. И большинство людей находится на заработках. Именно те, кто активно всегда голосует. Поэтому они не имели возможности высказать свою позицию. Кирилл Игоревич, извините, еще раз перебью. У меня к вам вопрос. Если вы считаете, что сентябрь неудобен для голосования, ваше мнение, удобство голосования, это какой месяц? Я уже не говорю о числе. Потому что декабрь, Новый год. Все время 8 марта, 23 февраля. Все время что-нибудь происходит. То есть оправдание, что я не поперся на выборы, не пошел. Всегда можно найти. А голова болит там, праздник. Вы абсолютно правы. Я с вами согласен, что всегда можно найти оправдание. Но все же мы считаем, что вот март месяц, он более оптимален. Потому что нету огородов, нету, скажем, там, приусадебных хозяйств. Поэтому, конечно, вот март месяц оптимален. Есть 8 марта. Люди на это. Хорошо. Мне кажется, удобнее еще зима. Где-нибудь конец января. А холодно. А в марте сыро. Понимаете, все время, я говорю, всегда найдется что-нибудь, что не позволит человеку, который не хочет идти на выбор, всегда позволит туда не ходить. Оправдание найдется. Вне сезона и вне каких-нибудь еще объективных причин. И оценка все-таки. Как вы считаете, что было для вас? Хорошо, плохо, но появки вы уже сказали мало, да? Замечания ваши? Ну, достаточно большое количество замечаний. Они носят не только технический характер, но в отдельных районах, в отдельных территориальных избирательных комиссиях нам повторяют то, что уже на протяжении десятилетия происходит в Кировской области. Поэтому, я думаю, что здесь оценку уже будут давать и областная избирательная комиссия. И мы подали ряд заявлений в суды. О нарушениях? Да, конечно, о нарушениях. Например? Что зафиксировано? Ну, не все территориальные избирательные комиссии сразу вносили протоколы участковых избирательных комиссий, так называемый общий вот этот бюллетень. То есть, они там как-то задерживали передачу этих данных. Это очень серьезное нарушение, мы понимаем, что за ним стоит. Ну, и остальные моменты сейчас еще раз повторяю. Наши юристы работают, консультируются с юристами партийными. Владимир Вольфович сегодня в 10 часов проводил совещание общее партии ЛДПР. Поэтому после обсуждения внутреннего мы обязательно все это вынесем. О цели этих заявлений добиться пересмотра. Минутку, вот, Володь, я все-таки, вы знаете, подождите, я все-таки предварю вот ваш вопрос, да, и спрошу вас так. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что за нарушением, которые вами зафиксированы, и вы обратились в суды, может стоять изменение цифр проголосовавших, в частности, за вас? Конечно, это же изменение на конкретном участке, в конкретном тике, если суд примет решение признать недействительными итоги на том или ином участке, то общий результат, конечно, поменяется. Но не может быть, то есть мы неоднократно говорили, то есть один населенный пункт, там, на одной участковой комиссии мы получаем, там, 40-45 человек за нас голосуют, а на другой голосуют 90 человек. Третья комиссия в этом же населенном пункте 12 человек проголосовавших. Но мы же понимаем, что так не бывает. То есть, значит, работает Адам Ресурс на конкретном участке, в конкретном районе, и благодарен вам за этот разговор. Может быть, в этом отдельном районе был какой-то местный праздник? Ну, это не только в этом, не в одном районе. Почему? У нас эти районы отличаются всегда как бы из раз... Вы считаете, что им могли предложить этот праздник? День рождения премьер-министра. Мы вот с коллегами говорили, и с Сергеем, и с господином Журавлевым, что ведь чем хорош этот диалог, и мы благодарны, что вы нас сегодня позвали, что от выборов к выбору, выборы все равно становятся чище. То есть, вот этот вот контроль от позиционных партий, прежде всего от ЛДПР и от КПРФ, он дает возможность нам вычищать тех, кто перегибает палку или переусердствует. Ведь это отношение к власти в целом. Вот Володя вам задал вопрос. Цель, собственно говоря, обращения в суд. Я добавлю к этому вопросу, поправьте меня, если я не права, за всю историю я не припомню случая, чтобы были отменены на участках итоги голосования. Не припомню. Может быть, кто-то подскажите, было такое? Есть заявление, были нарушения, зафиксированы, суд выносит решение. Отменить, переголосовать. Помнит, было такое? Последние двое выборов у нас не было такого в Кировской области. Да и до этого, по-моему, не случалось, хотя заявление всегда поступало более чем достаточно. То есть, не холостой ли это выстрел? Нет, не холостой. То есть, члены комиссии, которые сознательно идут на такие нарушения, они, безусловно, не останутся без внимания со стороны партии ЛДПР. Думаю, что коллеги коммунисты нас поддержат в этом вопросе. И будут разговоры с областной избирательной комиссией, с госпожой Верзилиной и с теми, кто у Никиты Юрьевича отвечает за эти проблемы. Мы просто должны поправлять. То есть, этого не должно быть. Значит ли это, что вы, обращаясь в суд и прекрасно внутри себя, понимая, что в результате все-таки решение суда будет нулевым, то есть будет зеро, не произойдет, вы все-таки показываете тем, что, ребят, мы на вас смотрим, мы вас контролируем. Это идея? Или все-таки вы надеетесь, чтобы отменены результаты? Ну, мы до конца надеемся, что будет торжествовать закон, а не телефонное право. И в таком направлении дальше хотим продолжать двигаться. У меня еще вопрос. А вы уже отмониторили результаты выборов в той части, где, в каких населенных пунктах за ЛДПР максимум был голосов, где минимум? Это уже не политреклама. Ну, в каких муниципальных образованиях? Потому что 10% это средняя цифра. Я очень благодарен жителям Слободского города и Слободского района. У нас там очень хорошие результаты. Дубравин, по-моему, да? Да, Николай Григорьевич. Это очень активный человек. Это совершенно понятно. А сколько там процентов? 19. 19%? Ну, то есть, давайте, спасибо Дубравину, скажем. Собственно, это на 100% это его заслуга. Спасибо. И давайте мы перейдем. То есть, мы идем по возрастающей, по голоса. Владимир Журавлев, представитель Сергея Мамаева и депутат Кировской городской думы. Я знаю, что вы в неких дебатах, которые были до начала эфира, были отчасти согласны с Кириллом Игоревичем Черкасовым по поводу нарушений и так далее. И вот давайте начнем с нарушений, а потом ваш взгляд на суть произошедшего. Но вот это наше мнение, что очень много КАИБов, это вот электронный подсчет голосов, были перемещены из города Кирова. По-моему, только на Авиатске были они в районы области. И мы знаем, кто известен с технологиями выбора, знает, что через КАИБы проще вбрасывать голоса. Тем более в районах там нет таких наблюдателей, нет такой жесткой системы. У нас есть подозрение, что там какая-то часть голосов могла быть вброшена. Но на этих выборах и при таких результатах понятно, что они стратегически бы ничего не поменяли. Речь как бы в принципе, но мы об этом вопрос так жестко не ставим. Но вот, например, вопрос с главой избирательной комиссии Ирина Верзилина, я считаю, что скорее всего в суде, и суд уже один вынес решение, что она была неправа, вынесла незаконное решение, и против нее уже административно-правовое исполнение. Она отстранила представителя Сергея Полиновича Мамаева, Антона Долгих, формально какой-то там она говорила, ну какое-то у нее было свое объяснение, но она не имела право по закону это делать. Мало того, мы шли совершенно с определенными подозрениями в документах к сборе подписей по одному из кандидатов, но здесь не присутствующих. У нас были подозрения, мы хотели это сделать, показать, что избирательная комиссия работает иногда избирательно, но не в ту сторону. И они это почувствовали, самое главное, у нас тот день был последний день для того, чтобы мы могли обратиться в суд и обжаловать это решение. Его взяли и просто так отстранили, при том по незаконному основанию, грубо нарушив закон. И если вы считаете, что председатель избирательной комиссии с таким опытом, как Галина Верзилина, не могла знать этот закон, ну я хочу сказать, что это не была ошибка. Вы имеете до Тарнавского, да? Нет, не по Тарнавскому, по Жданову. Вы знаете? Да, но это вопрос, сейчас поднимать вопрос, но отстранили. Мало того, его все-таки как бы продавили, и человек выиграл в суде, что вот этот акт, его отстранение, он был обжалован, и суд вынял решение, что да, Верзилина была неправа. И вот я поддерживал Кирилла Игоревича, понимая, что задача ведь оппозиции не просто выиграть, а мы не даем разбаловаться действующей власти, чтобы она не уходила от правого русла. Я считаю, что Ирину Верзилину нужно уволить с этого поста. Погодите, есть ли будет основания? Я удивилась. Для того, чтобы остальные пришел Иванов Петров Сидоров, он знал, что подыгрывать просто действующей власти, это бывает накладно лично, а как ее теперь они спасут? А я считаю, что там участвовали, и раз она часть, она находится в этом здании и так далее, пусть попробуют доказать народу и нам, что это была какая-то ошибка. Я считаю, что это целенаправленно работа чиновника достаточно высокого уровня. Вы знаете, я вам не защиту Верзилиной, не испытывая ни малейшего чувства привязанности и пиетета в адрес руководителя, я вам скажу честно, что вот та ситуация, которую вы описали, я думаю, что смог бы сдержаться редкий человек. Я так думаю, что если с Верзилиной поговорить тет-а-тет, я думаю, что она назвала бы объективные причины, почему она отказалась пускать вот этого человека. То есть есть особое определенное мнение, вот, это не в защиту, это вот мое, значит, и у меня сейчас к вам родился вопрос. Вот смотрите, вы говорите о нарушениях, нарушения, нарушения, в пользу действующей власти и так далее. Но смотрите, Доронин, представитель, в смысле, лидер Кировского отделения, да, партии «Справедливая Россия», Кирилл Игорь Черкасов, ЛДПР, лидер и так далее. Все предыдущие выборы показали совершенно четко, эти партии, их лидеры не позволяли себе не то, чтобы увлекаться, а вообще использовать черные пиары, грязные технологии для того, чтобы опорочить, собственно говоря, своих соперников. Как правило, у нас очень много шло нареканий к представителям «Единой России». Там, да, кто же будет спорить, что там родился черный пиар, и за недоказанностью, да, я так скажу, но все равно предъявлялись претензии единороссам. Сейчас, подождите, что, господин Доронин изменил своим правилам или Черкасов поменял и пошли вот черные технологии там какие-то, или вы говорите чисто сговор, именно политизированный, честно так, Никита Юрьевич продавил Верзилину, и Верзилина была сто процентов за него. Вы об этом говорите или в общем? Вот, понимаете, вы говорите, были, и, кстати, Кирилл Игоревич, такой же точный вопрос, да? Ребята, честно говоря, а кто вот в этот раз грязь, кто в этот грязь, за кем это сейчас стоит? За теми, кто раньше не замечен? Или что это было? Хочу понять, для понимания. С кого начнем? С меня? Ну, вы говорите, да. Хорошо, но вы смотрите, я, например, почему я пошел к коммунистам? Когда я пришел к этим условиям, было то, я сказал, ребят, если будут черные технологии, я встану и уйду. Я хотел, например, встретиться с Сергеем Доронином, но он не взял мой телефончик, зная, что он на той стороне, и зная, что там, у меня, кстати, нет претензий, возможно, к Никите Юрьевичу, то есть при всем при том, он не мальчишь-плохишь, но хотел встретиться с Сергеем, чтобы договориться, чтобы не использовать грязные технологии. Ну, хотя та сторона... То есть Верзилина Самостий нарвала себе все носовое стекло? Нет, давайте мы Верзилину отнесем, это, возможно, ее личное решение было. Нет, она серьезный человек, она имеет право принимать решение. Да, да, это ее личная ошибка, пусть она сама расплачивается и там пусть разбирается с этим. Я говорю про то, что с той стороны, со стороны Никиты Юрьевича, были грязные попытки там очернить Сергея Павлиныча. Удары, так скажем, удары ниже пояса, мы их так назовем, но вопрос с Вячеславом Мишином, мы же понимаем, что это провокатор. Человек, у него задача была расшатывать Сергея Павлиныча, он его расшатал. Это вопрос по поводу документов о мастере спорта? Нет, это вопрос по поводу того, что он его вывел с себя и тот его погулял. Я был на нескольких встречах, Вячеслав приезжал, он раскачивался, задавал провокационные вопросы. Я с ним общался, я сказал, мы ответим вот на это. Он вывел Сергея Павлиныча. Владимир Вениаминович, вы действительно считаете, что на дебатах, собственно говоря, местечковых дебатов, малопопулярных и малоинтересных, собственно говоря, очень узкий круг смотрел эти дебаты. То есть Сергея Павлиныча, пускай даже этот провокатор, мог вывести из себя то, что печень на кулак намотаю. Это действительно повод, извините, а когда человек пришел бы руководить областью, и на него бы ежедневно и чуть ли не ежечасно проблемы, 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 беда, беда, позитивного очень мало в деятельности губернатора, он что бы делал? Вот для меня это показатель. Сидит человек, он идет в политику, он неукротим. У нас есть один человек, который стаканами в лицо в воду плескает, и может там... У нас есть такой человек... Это раннее творчество. Раннее творчество господина Жириновского. Сейчас это поспокойнее. Вот, сейчас, да, ну возраст уже как бы, да. И не только возраст. Я понимаю. Но и опыт, приобретенный, и мудрость. Я понимаю, но смотрите, человек, который не может сдержаться от провокаций никому неизвестного, малозначительного, грубо говоря, пацана по возрасту, да, в чем Сергей Павленович абсолютно прав, это разве не показатель? Почему это провокация? Почему это, не знаю, для меня держи себя в руках? Нет, я, Лена, с вами согласен. И я согласен, что Сергею Павленовичу нужно было сдержаться. Но вот мы здесь все мужчины, и, ну, женщины эти эмоциональные, мы как бы и не требуем, может быть, но мы иногда все совершали какие-то ошибки. Я, например, слышал, вот как Никита Юрьевич в каком-то эфире, вот буквально во вторник за неделю до выборов, ему какой-то вопрос из вас журналистов в зал, он тоже не сдержался. Вы поймите, они оба находились под стрессом. Давайте спросим Кирилла Игоревича. В течение месяца быть под центром внимания, зная, что Сергей в свое время там, когда шел в депутаты, это давление, и любой человек, мы же люди, мы же люди, но главное, не то, что человек совершил, ошибки совершают абсолютно все, мы не идеальные люди. Нет, то есть вот этот парень, он провокатор. Ну, он спровоцировал, получил результат, молодец. А Сергей Павленович, он под стрессом. Понимаете, а может быть, тот парень тоже под стрессом, и, может быть, он хотел четко сформулировать вопрос. Погодите, я Сергею Павленовичу не оправдываю, но я пытаюсь понять вопрос. Я пытаюсь разобраться. Я просто хочу сказать, что, допустим, как провокацию, я это не воспринимаю, потому что если есть вопрос, который для кого-то, для кандидата звучит провокационным, это вовсе не значит, что он несет провокационную составляющую. Я, допустим, хотела бы, вот когда был задан вопрос, связанный с корочками, значит, мастер спорта по боксу, да, здесь не было провокации. Здесь человек хотел услышать правду, потому что правду этот человек знал, и мы ее знаем. Но, извините, официальная документация говорит абсолютно о другом. Разве можно назвать это провокацией? Это не наезд. Просто, знаете, когда вы говорите провокации, у меня такое ощущение, что вы, знаете, пытаетесь создать некий имидж человека, знаете, утомленного, запрессованного, там, знаете, наезды, там, кругом шпионы, кругом враги. По-моему, нет. Пошел в губернатор и будь готов держать удар. Лена, я с вами согласен, мое мнение и мнение, и Сергея Полиновича сейчас разговаривали, конечно, нужно было сдерживаться. Но теперь что произошло? Давайте не будем мусолить. Нам интереснее попытка вот разобраться, что происходит с политикой в Кировской области и на федеральном уровне, это интереснее. Я, кстати, поддерживаю, возможно, своего коллегу и считаю, что у нас же сегодня 15 сентября, то есть день голосования, он не определяет окончание какого-то периода или там какого-то процесса. Дальше будет 15-й год, 16-й, 17-й. Мне кажется, намного поинтереснее сейчас поговорить с коллегами, тем более здесь собрались лидеры трех основных оппозиционных партий в области, о том, что будет делать Никита Юрьевич, и, может быть, вы эту сделаете передачу, его позовете. То есть как он отреагирует на ту критику и на те предложения, которые мы высказали в ходе своей избирательной кампании. А за нас в общей сложности отдал достаточно большое количество жителей Кировской области голосов. Какая будет политика по замам? Останутся вот эти вице-губернаторы, которые провалили Вятский-Полянский парк, которые провалили энергообеспечение области и программу энергосбережения, и замена котелин? То есть они останутся на своих местах или они уйдут? Там вот Сергея, наверное, можно спросить. То есть позиция их партии, мы всегда вместе здесь в ЗАГС-собрании критикуем этих губернаторов. Это уже наши дальнейшие эфиры, что будет происходить. Останутся ли на местах провальные замы и так далее. Это слишком большой вопрос для того, чтобы обсуждать его сейчас. Нам показывают, у нас есть вопрос. У нас ближе время перерыва, да, но у нас есть много. Да, и мы напоминаем наш телефон 708-502. И наш вопрос нашим радиослушателям. Люди, скажите, почему вы голосовали за этого кандидата? Фамилию можете не называть, если опасаетесь. Почему? У нас есть вопрос. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, добрый день, как вас зовут? Меня зовут Марина. Марина, да, слушаем вас. У нас, в общем-то, вот такой был вопрос очень интересный. Мы слышали, что процент голосования нынче очень низкий. И самое интересное, наш микрорайон, когда мы получили пригласительные бюллетени на голосование, там адрес избиркома не показан был. Они просто были пустые. Ну, мы думали, что это только наш подъезд. Наш дом не получил в этих бюллетенях адрес. Пошли в следующий дом. В общем, наш район, мы задали с целью, обошли. У нас нигде не установлен адрес. Мало того, обычно висят плакаты с указанием, где мы можем проголосовать. Ни одного плаката. Мы были в шоке. Я говорю, а как так? А куда мы пойдем голосовать? Марин, вы, наверное, имеете все-таки в виду не бюллетень, а приглашение на выборы. Без указания избирательного участка. Вопрос еще раз криви, Василина. Я думаю, спасибо вам большое за звонок. Я думаю, что, да, экс-кандидат в губернаторы Кирилл Игоревич Черкасов и представитель Сергея Павленовича Мамаева, Владимир Иванович Журавлев, наверное, услышали. Я считаю, что это достаточно серьезная претензия. И, наверное, с людей нужно спросить, потому что это, определенно, наверное, где-то уменьшало явку. Предполагаю. Вот у нас, собственно, смс-ка, собственно, тоже в этом же ключе. Елена пишет, в этом году за все время работы избирательного участка не пришло ни одного приглашения на выборы с указанием адреса участка. Шли на выборы всей семьей, не зная, найдем ли, собственно, свой участок. Пожалуйста, это вот, я думаю, что наши представители запомнили. У нас есть еще звонок, нам показывают. Алло. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Меня зовут Казаков Роман Николаевич. Роман Николаевич. Да, да, да. Я днем, когда еду в автомобиль, слушаю в Ахараде, в общем-то, естественно, популярно, с интересом следил за выборами. Выголоси. Поразил, конечно, очень низкий процент электората, пришедшего на выборы. Вот. Отвечаю на ваш вопрос. Да, почему? Так, я голосовал, сразу хочу сказать, я в душе за Белых, но голосовал я не за него. Цель была одна, чтобы он понял, что есть процент людей, его не поддерживающих, и который, в общем-то, ради чьих интересов он тоже должен очень успешно трудиться. А у меня к вам вопрос, единственный. Скажите, пожалуйста, когда занимает губернаторскую должность человек, вы уверены, что он абсолютно стерилен и абсолютно чист от всех связей, от каких-то команд и так далее? Вы уверены, что это бывает вообще в жизни? Нет, я, во-первых, то, что Никита Юрьевич не чист от команд, это понятно, поскольку даже то, что он за лето дважды с президентом нашим встречался, значит, уже там были какие-то, в общем-то, конвентуры, так сказать. То есть он человек-президент. Вот. А то, что, в общем-то, по крайней мере, это единственное за 20 лет человек, который тянул нож, в общем-то, активно, это, конечно, в общем-то, то, что моя душа, в общем-то, за него, я сразу говорил. Он голосовал за другого. То есть наши звонившие... За другого, это чисто был ход показать, что, в общем-то, что в области у него есть, в принципе, оппозиция, чтобы он лежал ушки на макушке, собственно. Но теперь... Я знал, что мой голос, в общем-то, ему никак не повредит. Спасибо, теперь мы узнали. То есть один голосовал, значит, за... Я, в общем-то, же тебя, но не отдам, чтобы ты не расслаблялся. Чтоб ты, да, еще бы вот об этом было известно. К сожалению, до перерыва мы не успели добраться до Сергея Александровича Доронина. В следующие половины часа мы начнем все-таки с представителя Никиты Юрьевича Белых. Мы сейчас идем на небольшой перерыв, буквально пару минут. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Мы продолжаем обсуждение итогов вчерашних губернаторских выборов. Напомню, что в гостях у нас Сергей Доронин, Владимир Журавлев и Кирилл Чуркасов. — 708-502, наш телефон в студии. Мы задавали нашим радиослушателям вопрос, почему вы проголосовали именно за этого кандидата. Сергей Александрович, ваша очередь, как представителя, собственно говоря, победителя. Ну, очень быстро. Насколько есть удовлетворение полученными цифрами и по поводу замечаний. Я знаю, что в дебатах до начала эфира вы говорили, что что-то там замечаний практически нет по работе избирательных комиссий и так далее. — Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, я сразу скажу, что я в 9 часов был в избиркоме, говорил с Ириной Геннадьевной, Верзилиной. И по состоянию на 9 часов утра ни одного замечания официального в течение выборной как раз кампании, не кампании, а дня голосования, официальных заявлений в избирком не поступило. Значит, в течение ночи, в течение дня голосования. — То есть в избирком нет, а есть суды, как сказал? — Нет, возможно, будут какие-то постфактум заявления от политических партий, но я говорю, на 9 часов утра ничего не было. Затем вопрос по самой избирательной кампании, так как я являлся участником сегодняшней кампании, уже пятой такой кампании масштабной, это двое выборов в УЗС, Государственная дума, это город Киров, выборная кампания. Я думаю, что, ну, действительно, такой тренд у нас в Российской Федерации, что практически выборы и выборность, она предрешена до начала голосования. — Ну вот, вы знаете, я сказала, в начале эфира будет так, да кто бы сомневался, но я знаю, что вы до эфира обсуждали цифры. И, в частности, Кирилл Игоревич называл, фактически, что вот эти цифры, которые у нас получились на выборах, они были озвучены до выборов, чтобы быть именно так. — Если говорить о конкурентах, то я думаю, что вот здесь и партия КПРФ, и ЛДПР, они проиграли вот эту выборную кампанию до начала, к сожалению, да. — То есть кто бы сомневался? Почему? — И не вложили вот те финансовые ресурсы, там, психологические какие-то мотивации свои не были дополнительные. Значит, ну, надо честно сказать, что губернатор проехал практически все районы самостоятельно, да, выступил практически в каждом районе, и ни один из кандидатов вот не смог повторить вот этого тура полномасштабного, да. Плюс, наверное, в финансовом плане у Никиты Юрьевича было побольше возможностей, да, поэтому и АПМ, и, значит, АГИЦУАГ. — Нет, подождите, подождите, смех не очень понятный, потому что человек пошел на выборы губернатора на 3 рубля выбираться, это невозможно. — Находясь на должности губернатора, имея административные ресурсы. Интересно еще, на машине он на какой ездил? — Я считаю, что вот технологии, которые используются вообще на выборных кампаниях, да, а вы тоже участники, я так понимаю, не первой выборной кампании, они были исполнены, ну, что называется, там, в традиционной, в такой манере, да, в классическом стиле, поэтому и результат, вот он не заставил себя долго ждать, и вот такой результат был получен. — Сергей Александрович... — Технологии были применены в полном объеме. — Прицеплюсь к словосочетанию вами произнесенному. — Вы сказали, представители иных партий не подняли на определенный уровень психологическую мотивацию. — Естественно. — Подождите, Сергей Александрович, психологическая мотивация, вы знаете, по-моему, времена Шариковых давно прошли, и у меня на сегодняшний момент есть ощущение, что психологическая мотивация в виде лицезрения губернатора или его отсутствия, ну, и в Рио губернатора, да, то есть Никита Юрьевич, он все объехал, все посмотрел. Вы знаете, у меня ощущение, что люди давно уже судят по делам, по делам его. Понимаете, сколько вот наделано, сколько наворочено, чего греха-то таить? Я ведь никого не агитирую, но я честно говорю, что даже уже очень пожилые люди говорят, посмотри-ка, сколько им сделано и сколько им настроено. Так вот, у меня на данном-то этапе психологическая мотивация. Что психологически мотивировать, если, собственно говоря, люди видят то, что сделано уже? Ну вот, и поэтому, простите, представители... — Можно подспорить, не все, наверное, видят. — Лена, Лена, я имел в виду то, что у кандидатов не было дополнительной мотивации объезжать районы области, встречаться с населением в таком же ключе, как это делал губернатор. В Рио губернатор, который проехал 39 районов лично, значит, избирал массы избирателей. Значит, я сам был на некоторых встречах, в принципе, полные залы практически были. — Ох, Лена, мы заводимся сейчас. — Нет, я... — Насколько Сергей нас сейчас, он заводит настолько, он минус губернатора делает. — Сергей Александрович Никитевич вдвоем ходили, собирали по деревням, по поселкам людей, подвозили. — Собирают грибы. — Уважаемые друзья, я на самом деле был на нескольких встречах, и вот честно вам скажу, что по принуждению туда не сгоняли никого. Естественно, были полные залы, приходили простые люди, не чиновники, я вам честно скажу. — Я это и хочу сказать. — Поэтому, наверное, количество вот того, что прошел губернатор, ну, как говорится, там, сколько потопал, столько и полопал, да? — Давайте, представители, да, Сергея Павлиныча и сам Кирилл Игоревич Черкасов, по полторы минуты укладывайтесь в вашу точку зрения, вы загорелись, вы зажглись. — На ребрику Сергея, во-первых, так-то он действующий губернатор, и он это делал в рабочее время губернатора, это ему еще минус большой. — Второй вопрос. А сколько Никита Юрьевич за пять лет проехал эти 39 районов? К нему столько, там было претензий, а что ж вы раньше не ездили? Господин губернатор, второй момент. — Подождите, я вам вот скажу, только по Чепецкому району в момент работы губернатором Никита Юрьевич у нас был раза четыре. — Сергей, это реплика, ну, четыре раза за пять лет, это мало, всего 39 районов. Посмотрите, наш президент летает везде, успевает, и даже в другие страны. — Я скажу, Сергей Павлинович Мамайев сколько раз объехал в Кировской области 39 регионов за то, что он... — Ну, во-первых, у Сергея Павлиновича было там полтора месяца для того, чтобы объехать эти районы, он объехал, по-моему, 24-26 в силу того, но вы не забывайте, полтора месяца, и он не в счет своей заработки, Никита Юрьевич за это время, он был исполняющим обязанности, он получал государственную зарплату. — А вы знаете, что Никита Юрьевич, простите, я не заикиту, я просто говорю, что от своей зарплаты Никита Юрьевич отказался фактически сразу, он ее не получает. — Погодите, погодите, это тоже... — Теперь давайте вот следующий вопрос мы рассмотрим. Во-первых, я считаю, и мы с Кириллом Игоревичем, я думаю, что тоже в этом плане, да и, думаю, и Сергей Доровнин, и вы разумные, правильные демократичные выборы. Это почему все исполняющие обязанности выиграли, у них был административный ресурс, они все светились, вот они конкретными делами занимаются. Притом Никита Юрьевич резко усилил свою активность, чего не было последние два года, притом это настолько было явно, что об этом говорят и люди. И маленькая явка на выборы, это показатель того, что, да все равно все решено. И вот этот даже человек, который, в принципе, не против Никиты Юрьевича, исходя из тех кандидатов, которые были, он предпочел, сказал, понимая, что нужна оппозиция крепкая, кстати, и мой выбор был такой же, чтобы занять оппозиционно, чтобы корабль не перевернулся, и Никита Юрьевич не думал, что вот он выиграл, и все, теперь рай. Пять лет нужно чем-то заниматься, он должен поменять свою политику. Ну, грамотный расклад в политической борьбе, вы знаете, обвинять человека в этом, это Кирилл Игоревич, он выиграл, потому что сильное, нет местной политики. Ну, я конкретные примеры проведу о равности доступа, в том числе к средствам массовой информации. У нас был заключен предварительный договор с Почтой России о том, что будут разноситься наши АПМ, то есть за последние две недели они не разлеснили ни одного АПМа, сославшись на то, что договор находится на согласовании, и нам его согласуют 12 числа. 12 сентября. То есть ни один материал мы не смогли распространить, даже платно, это вот к вопросу о равном доступе. А так, хотелось в любом случае поблагодарить всех, кто пришел, проголосовал на эти выборы, особенно тех, кто голосовал за ЛДПР. И моя позиция такая, что сегодня, безусловно, надо заниматься экономикой области, сегодня надо заниматься тем, чтобы пришла грамотная управленческая команда, и нам публично на ЗАГС-собрании представили программу развития области хотя бы на 5-7 лет среднесрочный период, с ответственными по направлениям и с показателями, которые они должны достичь. И завершающий вопрос. В дебатах прозвучала информация, которая еще не дошла практически до народа, о том, что в пятницу был отправлен в отставку генеральный директор ВГТРК «Авятка» господин Семенов. И есть некое мнение, что он за какие-то политические, ваше мнение, депутаты, что-то слышно? Или человек действительно на пенсию, он завершил выборы и ушел? — Уважение к избирателям. Мы приходим на первые дебаты, сзади на заставке нету даты выборов. То есть мы говорим о явке, мы говорим, что все кандидаты заинтересованы, чтобы явка была, нету 14 сентября. После того, как я написал заявление Верзилины и ему, появляется 14 сентября, оно висит ровно один эфир, после этого оно опять снимается. То есть это что такое? — Ну, я думаю, что не стоит предполагать, что господин Семенов... — Что кто-то ночью закрашивал? — Я думаю, что господин Семенов ушел на заслуженный отдых и на пенсию. — Нет, я думаю, что он ушел не потому, что он не любил ЛДПР. Ну что ж, давайте, к сожалению, наш эфир заканчивается. — Заканчивается, да, у нас далее новости. Мы благодарим наших гостей, Сергея Доронина. — Но я думаю, что это не последняя встреча, потому что, ребят, вы когда подведете итоги к пятнице, устаканятся, устоятся позиции, кто-то подаст заявление, кто-то отзовет. — Действительно, сейчас не менее важный этап наступает. — Да, это были, собственно говоря, первые реплики по выборам от представителей двух кандидатов и самого кандидата. — Спасибо. Это час новости. Мы прощаемся до следующего часа. Обязательно услышимся. — Играет музыка. — Продолжение следует.